Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Сегодня мы расскажем вам историю о трагическом случае, который закончился слезами счастья и улыбками. Все произошло в один из апрельских вечеров. В одном из районов города Новосибирска в многоэтажке начался пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир на четвертом этаже. Пламя полыхала больше всего в одну из комнат, языки огня уже хорошо были видны с улицы. А семья, которая жила в этой квартире, двое мужчин, женщина и ребенок стояли на балконе, который располагался по соседству с комнатой, в которой бушевал пожар. Они стояли возле окна и в их глазах читался страх и паника. Они не знали, что им делать, даже шевельнуться боялись, поэтому просто стояли, как вкопанные возле окна. Соседи, как только увидели огонь, сразу вызвали пожарных. Но никто никуда не уходил, все стояли возле подъезда и переживали, а вдруг спасатели не успеют. Огонь становился все более агрессивным и мог перекинуться на балкон с людьми в любую минуту. Люди уже даже принесли откуда-то большое покрывало, растянули его под окнами и просили, мол, бросайте ребенка, мы поймаем, все будет хорошо. Соседи хотели помочь хоть как-то, очень переживали за семью, которая оказалась в ловушке. Но вдруг ситуацию разрешил один молодой парень. Очевидцы успели заснять на видео, как некий молодой человек уже спускает ребенка по лестнице вниз и передает соседям на балконе этажом ниже. А внизу уже стояли пожарные, которые только прибыли на место, было слышно вой сирен. Кто-то из очевидцев рассказал, что негаданно-нежданно в окно по балконам залез молодой парень. Альпинист какой-то или просто сумасшедший, он как паук быстрыми рывками добрался до балкона, где помощи ждали люди и забрав ребенка стал спускаться. В это время уже подъехали пожарные, которые поначалу с удивлением посмотрели на новосибирского человека-паука, а потом быстро переставили лестницу и помогли ему спустить ребенка на землю. После того, как спасатели потушили пожар и спустили всех остальных на улицу, соседи громко аплодировали и радовались, что все закончилось хорошо. Но, конечно, всем хотелось сказать спасибо юному герою, который спас ребенка, но его уже никто не видел. Правда, парень точно жил в том доме, его там часто видели. Разыскать парня удалось местным журналистам, которые взяли у него интервью. Героя зовут Костя и ему 23 года. И, кстати, никакой он не альпинист, обычный программист. Новосибирским журналистам парень в подробностях рассказал, как все происходило. Я живу в этом доме на первом этаже. Сидел как раз за компьютером и услышал с улицы странные звуки и крики. Поначалу подумал, что это просто собралась пьяная компания и шумит себе. Но тут услышал про пожар, разговоры. Про какое-то покрывало, что ребенка будут ловить. Слышал отчетливо, как женщина крикнула, что сейчас ребенка будет бросать из окна, говорит Костя. Но тут я быстро обулся, оделся и выбежал на улицу. А дальше все само собой получилось. Парень не раздумывая бросился лезть по балконах. Первый этаж несложно, там была решетка. На втором, как только увидели парня, сразу открыли окно, а на третьем уже было открыто. А тут и четвертый этаж. Женщина стоит возле окна и держит ребенка замотанного в покрывало с узлом. Ребенок плачет. Костя взял малыша на руки и попытался успокоить. А мама только попросила, не урони, прошу тебя, только не урони. Я обмотал покрывало вокруг руки и крепко схватил ребенка, уже собирался спускаться. А тут и лестница пожарная подоспела. Ее приставили, я спустился на третий этаж и там передал ребенка мужикам, которые отнесли его в комнату. А я остался и придерживал лестницу, пока другие люди из квартиры спускались по ней. Продолжил свой рассказ парень. В общем, все в этой истории закончилось хорошо, только квартира сгорела почти полностью. Никто не пострадал, ребенок в порядке. Только глава семейства получил незначительные ожоги, но от госпитализации отказался. А Костя себя героем не считает, славы не ищет и просит не раскрывать его фамилию. Про себя рассказывает, что не очень-то он и спортивный, а работа у него сидячая, он же программист. Так иногда ходит в спортзал или на пробежку. Вот и все его спортивные достижения. Но вот если кому-то нужна помощь, пройти мимо не может, уже так воспитан. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.